Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о том, как поменялось мое мнение о технике ТП. Техника ТП это техника поверхностного увеличения губ. Придумал ее Хемельян Браут. Несколько месяцев назад я выкладывала очень злое видео о том, какая это ужасная методика, зачем ее делать у себя на лице, что это выглядит вульгарно, что это очень болезненно, что данная методика несет большое количество осложнений и необратимых последствий. Что же произошло в реальной жизни с тех пор? Я вступила в закрытую группу Хемельяна Браут для того, чтобы изучить, как эта техника технически преподносится, как она выполняется. Параллельно с этим ученики со всего мира приезжают ко мне на обучение, на семинары и просят, чтобы я им показала именно эту методику. То есть спрос на обучение возрос в несколько раз. Скорее всего, это связано с популярностью Хемельяна Браута, которая растет с каждым днем. Все мы еще не отошли от губ осьминожек, как уже появляются новые и новые тренды. И модели, которые приходят к нам на обучение, 9 из 10 моделей просят, чтобы мы сделали им технику ТП. Даже если они не знают, что есть такая техника. И что он так называется? У них есть спрос. Они хотят увеличить губы в плоскости, развернуть губу, сделать ярко выраженный бантик, ярко выраженный контур. И когда они озвучивают свою потребность, становится понятным, что ничем другим, кроме как этой техникой, мы в данном случае ей не поможем. Поэтому популярность действительно в методике обоснована. Она действительно красиво выглядит на губах, особенно тем, кому ничем другим там особо ничего не сделаешь. Никак не развернуть, никак не подчеркнуть. По поводу того, что техника травматичная, я заблуждалась. То есть клиенты также лежат, как и при других процедурах инъекционных. Кто-то спокойно лежит, кто-то вообще без анестезии лежит, просто каменное лицо в потолок. А люди, которые вскрикивают от вида шприца, они всегда были. То есть от этой методики не зависит, что человеку будет больно или не больно. То есть это зависит от конкретного человека, как его чувствительность развита и насколько он воспринимает эту болезненность процедуры. По побочным эффектам, побочные эффекты точно такие же. У кого-то есть синячки, у кого-то синячков нету, у кого-то есть гематомки, у кого-то нету, у кого-то есть отеки, у кого-то нету. То есть тут тоже я бы не сказала, что эта методика как-то сильно выделяется на общем плане всех инъекционных техник увеличения губ. Ну и по результатам, повторюсь, она действительно специфична. Ничем другим сделать такой эффект невозможно. Поэтому я соглашусь с тем, что техника хорошая. Я действительно поменяла свое отношение к этому. Потому что она безопасная, но безопасная относительно, да, не ужаснее, чем другие методики. То есть она настолько же безопасна, как и другие техники увеличения губ, я бы сказала так. И большое спасибо Емельяну Брауде за то, что изобрал это чудо, которое спасает многих женщин. Я думаю, что это еще не конец и будет что-то еще обязательное. Всем спасибо, кто досмотрел это видео. Задавайте ваши вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.